Морские легенды Американский линкор «Алабама», британский крейсер «Белфаст», польский эсминец «Блэскавица» — эти корабли совершенно не похожи друг на друга, но есть кое-что, их объединяющее. Бофорс Л-60 — одно из лучших автоматических зенитных орудий Второй мировой войны. Считается, что из этого 40-мм автомата было сбито больше самолетов, чем из всех остальных типов зенитных пушек вместе взятых. Калибр — 40 мм. Масса ствола — 103 кг. Длина ствола — 56 калибров. Принцип заряжания — кассетный. Скорострельность — 120 выстрелов в минуту. Тип снаряда — преимущественно осколочно-фугасный. Масса снаряда — около 900 грамм. Максимальная досягаемость по высоте — 7160 метров. Орудия размещались в одноствольных, спаренных, счетверённых и шестиствольных установках. Это орудие было очень эффективным и для ПВО, и для стрельбы по надводным целям. Первые БОФОРСы, которые королевские ВМС приняли на вооружение, наводились вручную и по вертикали, и по горизонтали. У них была очень простая система прицеливания. И опять-таки всё зависело от наводчиков, от их выучки и способности точно управлять орудием и стрелять. Особенность артиллерии Второй мировой войны заключается в том, чем меньше снаряд, тем больше зависит именно от расчёта, от боевой слаженности расчёта. Лёгкие орудия, орудия ПВО, и в частности БОФОРС, это прежде всего компонент тактико-технических характеристик самой установки артиллерийской и слаженности, обученности экипажа. А тем более в боевой обстановке, когда такой драйв стоит, не думаешь ни о чём, а надо быстрее или там развернуться, или быстрее зарядить снаряды, и идёт стрельба. И причём это всё на автомате, на автомате, никто не задумывается. Когда моряки выходили из боя, они даже не могли вспомнить, что они делали. А это всё достигалось тренировками, тренировками, тренировками. Орудийный расчёт состоял из четырёх человек. Трое — непосредственно на установке. Горизонтальный наводчик, стрелок-наводчик и заряжающий. Четвёртый член расчёта приносил боеприпасы из погребов и загружал их в обоймы сбоку орудия. Л-60 было разработано в нейтральной Швеции. Металлургическая компания «Бофорс» начала производить пушки ещё в 70-х годах XIX века. Затем ею несколько лет владел знаменитый «Альфред Нобель». А после Первой мировой войны «Бофорс» активно сотрудничали с германским концерном «Круппа». В марте 1932 года прошли официальные испытания автоматической зенитной пушки Л-60. И модель стали предлагать заказчикам. В 1933 году, ознакомившись с орудием, британские и американские военные инженеры были впечатлены. Шведская зенитка была эффективнее, чем устаревшие английские помпомы Виккерса и обладала большей огневой мощью, чем американские чикагские пианино. Максимальная досягаемость по высоте у «Бофорса» была почти в два раза больше, чем у британской пушки, и не сильно уступая американцам в скорострельности, шведское орудие имело вдвое больше вес снаряда. Великобритания, США и еще 10 стран приобрели лицензию на производство пушки. А к началу Второй мировой войны «Бофорс» экспортировали свои Л-60 в 18 стран мира на разных континентах. В частности, в Данию, Грецию, Египет, Сиам, Австралию, Аргентину и многие другие. «Бофорс» L-60 использовали не только союзники. Японцы захватили несколько британских установок в Сингапуре. И только слабость промышленности не позволила им наладить серийные производства. В германском флоте, начиная с 1939 года, захваченные в Польше, Норвегии и Франции L-60 обозначались как «Флаг-28». Их установили на подводные лодки, а также на крейсеры «Адмирал Хиппер» и «Принц Ойген». Однако шведские орудия не были идеальными и требовали модернизации. После 300 выстрелов ствол перегревался и требовал замены. Ствол охлаждался воздухом, поэтому от температуры окружающей среды зависело время, которое требовалось, чтобы он остыл. Во время интенсивного боя происходит несколько сот, а даже иногда несколько тысяч выстрелов. Поэтому очень актуально становится вопрос замены ствола. Поэтому и для этой цели отрабатывалась система замены орудий в боевой обстановке. На это тратилось буквально секунды. На корабельных зенитных установках механический привод приходил в негодность из-за солёной воды. Его необходимо было заменить гидравлическим. Также для массового производства нужно было внести изменения в дизайн орудия. Одной из главных проблем при использовании Бофорс L60 была слишком большая зависимость от выучки и мастерства орудийного расчёта пушки. Задачей заряжающего было заряжать обоймы в орудии. Он поднимал их, подносил к орудию и бросал вот так. После этого он хлопал стрелка наводчика по каске, чтобы дать ему знать, что орудие заряжено. Заряжать такую пушку было нелегко. Боеприпасы доставали из ящика и подносили к орудию. Так как оно постоянно двигалось по кругу, подносящему приходилось бегать за ним с обоймой снарядов в руках, чтобы передать заряжающему. Это позиция горизонтального наводчика орудия. Вращая эти ручки вперёд и назад, можно было поворачивать орудие в одну или другую сторону, чтобы следить за целью через сетку прицела впереди. Сначала выстреливали трассирующий снаряд, а потом по нему брали упреждения для цели. После этого артиллерист, находящийся на другой стороне орудия, стрелок-наводчик, мог выбрать нужный угол возвышения ствола. С течением времени орудие модернизировалось, и ручное наведение осталось в прошлом, а ему на смену пришёл гидравлический привод. Поэтому на орудии появились резервуары высокого давления и прочие необходимые вещи, которые ускоряли процесс горизонтальной и вертикальной наводки орудия на цель. Это место стрелка-наводчика. Он также являлся командиром орудия и отдавал приказы другим членам расчёта. Например, он отдавал приказ заряжающему поставить орудие на предохранительный взвод, чтобы зарядить его. Когда орудие стояло на предохранителе, в автоподатчик можно было загрузить боеприпасы. Стрелок-наводчик также отвечал за наведение орудия на цель с помощью так называемого прицела «300 узлов», используя трассирующие заряды для корректировки огня. Система прицеливания тоже изменилась. Прицельная сетка уступила место зеркальному прицелу, который мы называем «коллиматорный прицел». На кораблях малого водоизмещения прицеливание самостоятельно осуществляли наводчики зенитных орудий. Но на крейсерах, линкорах, авианосцах данные для стрельбы вырабатывали «Директора» — специальные системы управления зенитным и артиллерийским огнём, рассчитывавшие параметры прицеливания и централизованно передававшие сигналы на принимающие устройства орудий. Информация о параметрах целей поступала от зенитных дальномеров, а затем и от орудийных радаров. Приказ об открытии огня поступал непосредственно от командования, и тогда командир орудия сразу нажимал ногой спусковой рычаг. Орудие продолжало стрелять до тех пор, пока стрелок держал рычаг нажатым, при условии, что в магазине было достаточно боеприпасов. То есть ставилась огневая завеса, через которую пробиться отдельным самолётом или группой самолётов было практически невозможно. Что мы и наблюдаем во время хроники. Буквально стена огня в воздухе стоит, а какой-то там отдельный самолётик летит. Но вероятность маленькая, очень маленькая, чтобы самолёт пробился к конкретной цели, например, к авианосу или к отдельно взятому кораблю. Бофорс Л-60 прекрасно зарекомендовал себя в ходе Второй мировой войны. Его логическим продолжением стало зенитное орудие Бофорс Л-70. На войне большой фактор — это человеческий фактор. Человек может испугаться, может быть необученный, может какая-то внезапность. В результате борьбы с тем, чтобы повысить живучесть, скорострельность и в то же время минимизировать роль человеческого фактора, привело к тому, к разработке новой системы, усовершенствованного Бофорса Л-70, где роль человека стала минимальной по сравнению с тем, которые были на первых Бофорсах, например, как на Л-60. Но на отдельных кораблях продолжали использовать Л-60. Так, в 1982 году, во время англо-аргентинского конфликта за Фолклендские острова, британцы сбили из такого Бофорса, установленного на корабле, реактивный самолёт. Даже когда в середине 70-х годов прошлого века на смену артиллерии пришли ракетные системы, Бофорсы остались на службе. Причём не только модернизированные Л-70. На тяжело вооружённых американских самолётах огневой поддержки сил спецназначения AC-130 «Ганшип» и германских тральщиках можно встретить и ветеранов Л-60. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова